Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами немножечко погуляем по району возле улицы Трубная. Между Трубной и Сретенкой есть замечательные переулки. И один из них, печатников переулок, он совсем небольшой, длина его около 500 метров. И он соединяет Сретенку и Трубную улицу. С начала 1820-х годов и до 1907 года он назывался Пильников переулок по фамилии одного из местных домовладельцев. А в 1907 году он назван печатным по печатной слободе 17 века, где жили мастера печатного двора. И вот этот дом в самом начале, ну в самом начале там видите дом новый, а вот следующий дом, ну о нем можно сказать пару слов. Во-первых, этот дом снимался в кино, что называется. В фильме «Завтра была война». Во дворе этого дома жила главная героиня Истра Полякова. Вот, а вообще этот дом, он вот недавно был отреставрирован, кстати, потому что я видела фотографии буквально лет 7-8 назад. Он просто, вот это вообще эти дома, все, что я вам сегодня показываю, они просто имели ужасный вид. Вообще, это бывший дом Казновой, и он был построен в 1893 году архитектором Вебером. Ну и сейчас вот этот жилой дом после реставрации замечательно выглядит. Ну а напротив стоит дом номер 5. Двухэтажный дом, вот этот вот, тоже недавно отреставрированный, с полуподвалом. Кирпичный дом по проекту архитектора Красильникова был построен в 1892 году по заказу Клары Васильевны Кирхгоф, жены московского купца Кирхгофа, соответственно, Александра. Они жили на Садовой и Самотечной улице, а квартиры в доходном доме вот здесь, в Печатниковом переулке, сдавали в аренду. С домом в этом переулке, с Печатником, связано имя видного церковного историка, дьякона церкви Успения в Печатниках Николая Петровича Виноградова. Он проживал в одной из квартир перед революцией, и соседом Виноградова был Купцов Кулаков, староста той же Успенской церкви. Именно на фоне этого здания снимались эпизоды таких фильмов, как «12 стульев», «Завтра была война», «Монолорд», «Железный занавес», «Печатников переулок 3», «Дом 3» и других. Дом в долгое время стоял пустующим, из-за аварийного состояния жильцы были расселены, а в 2017 году дом попал под снос, и осталась только фасадная стена. Вот фасадную стену сберегли, отреставрировали, соответственно, а остальное там уже внутри. То есть только фасад остался. Ну, а рядом еще один красивый домик, который просто привлекает свое внимание. Тоже я видела фотографию, он был просто в жутком состоянии. Вот этот дом отремонтирован. Это дом Петра Сысоева. Петр Сысоев был разбогатевшим крестьянином московской губернии и приобрел домик здесь в Печатниковом переулке. В 1896 году дом был построен, он решил его украсить, не скупясь на расходы, и на фасаде сохранились кариатиды, статуи женщин, которые в древнереческом зодчестве заменяли колонны. А между женскими фигурами домовладелец заказал вылепить свои инициалы. Вот наверху их видно. Тоже долгое время дом стоял в ужасном, был запущенном состоянии, но вот тоже был отремонтирован. Да, кстати, вот в соседнем доме, я вам забыла сказать, вот я вам сказала, дом, который сломали, но оставили только стену, там существовал тайный монашеский скит, куда переселялись монахи из закрывавшихся советской властью монастырей. Там даже в генеральный период обитало до 200 подпольных православных монахов с 1924 по 1960 годы. Ну, а что разница этого вот дома, дома Сысоева, как его называют, дом с кариатидами, то он находится по адресу печатников переулок дом 7, строение 1. Называется он домом Сысоева, хотя дом был построен вообще-то Крупцом Золотаревым для своей жены. А Сысоевым он был куплен и приобрёл уже свой вид вот с кариатидами, как раз тогда был куплен Сысоевым. А Сысоев был известным московским лепщиком, его работы украшали интерьеры знаменитой филипповской булочной гостиницы «Митрополь». Ну, и вот я уже сказала, что Сысоев был лепщиком, он благодаря своему таланту собственно и разбогател. И вот здесь на первом этаже этого изящного особнячка Сысоев устроил мастерскую, на втором этаже находилась контора и жилые помещения. Внутреннее убранство тоже было такое, с липными плафонами на потолке, карнизы, кафельная печь и другие элементы декора. Перестройка и оформление здания после купца Золотарева с Сысоевым велись при участии архитектора Зубова. Ну, и в советское время этот маленький двухэтажный особнячок попал в кино в фильме Леонида Гайдая «12 стульев». В нем жила Элла Ишка Людоедка. Также бывший дом Сысоева снимался в фильме Юрия Кары «Завтра была война». Ну, вот, вот так вот. Такая вот кинематографическая улица, точнее, переулок. Как вы видите, в Печатниковом переулке что ни здание, то красота, память архитектуры. И вот один из домов архитектора Шишковского тоже находится в Печатниковом переулке. Это не очень известный был для Москвы архитектор, но у него есть очень известная постройка. Он построил знаменитый небостреб, дом Афремова на Садовой Спаспе. Но, тем не менее, он немного в Москве построил, вообще немного строил. И вот в Печатниковом переулке находятся сразу две его постройки. и в 1902 году он построил здесь для Владимира Александровича Гресса, тогда еще в Пильниковом переулке, комплекс доходных домов во владении 11. Один дом стоит вот здесь по красной линии переулка, а второй построен во дворе. Почему именно на этом участке? Ну, потому что, два дома, потому что, наверное, владельцев было в то время двое, два брата, Гесса, Владимир и Сергей. И вот этот дом, который постоит вот фасадом в переулок, он очень красив, и в стиле модерн, как и все постройки, он имеет сравнительно много такого декора, что не характерно было для Шишковского. Здесь были очень красивые окна, сферические, до ремонта этого дома, уже в 2000-х годах, и эти стекла были заменены на обычные, к сожалению. Ну, конечно, очень красивые окна, обратите внимание, и вот такие переплетения каштановых листьев по бокам, такие вот вертикальные, ну, в общем, красивые. А были стекла выпутлые, еще раньше, такие выпутлые квадратики, квадратиками, очень часто прием был в модерне, но вот стекла были заменены. А в верхней части окна как будто присела птица с таким хвостом причудливым, тоже черта в стиле модерна. Ну, надеюсь, что и дальше этот дом будет нас радовать и больше ничего нигде не сломает. Второй дом архитектор строит вот чуть-чуть туда подальше, если мы до него дойдем, он строит его в 1910-м гранду, в период уже своего расцвета на участке номер 18, то есть дома номер 18, сейчас мы вон чуть-чуть подальше, для Пузанкова. Тоже интересный дом, выделяется своим керамическим интересным декором, в оформлении, нет, этот дом я просто вам показываю, ну, потому что тоже какой-то такой, да, вроде того времени дом, я не нашла о нем, к сожалению, информацию, если кто-то знает, напишите, пожалуйста, что это за дом такой, здесь, потому что буквально вот в этом переулке, что не дом, вот идешь, вот буквально, что не дом, то памятник, и вот этот дом, который я вам сейчас рассказываю, это вот дом Пузанкова, с керамическим декором, здесь в оформлении декора применяется, была применена отделочная плитка пяти типов, наиболее выразительная и заметная это абрамцевская акварельная синяя на карнизе здания и красная изумрудная под окнами второго и третьего этажей, очень интересно, таким цветом выделяется фасад, элементы фасада и такие интересные волны наверху в стиле модерна. Это жилой дом, сейчас, да, вот эти дома жилые, которые я вам показывала, вот такие два творения одного не очень известного архитектора, но очень красивые дома, которые стоят на одной улице, точнее, в одном переулке, действительно, переулок просто необыкновенно красивых. Вообще, этот вот район Москвы, район бывшей, бывшей Драчевки, возле Трубной улицы, когда раньше это был, это был такой район Красной Фонарей, вот, и сейчас вот такое вот здесь такая красота. и вот дом напротив тоже привлек мое внимание. Как ни старалась я найти информацию, мне это не удалось, я только нашла дату построек этого дома, 1917 год, вот, и дом, конечно же, был тоже отреставрирован, вообще, все дома здесь в прекрасном состоянии, в этом переулке, и это не может не радовать, потому что те фотографии, которые я видела, вот эти дома, которые я вам сегодня показывала, они были просто в жутком состоянии, еще, допустим, в 12-м, в 13-м году, вот, вот это было, этот переулок был просто в жутком состоянии. Ну, а на сегодня это все. Всем большое-большое спасибо за просмотр этого видео, я всех вас за это всегда благодарю и неустанно благодарить, потому что мне очень важно, чтобы, ну, то, что я делала, чтобы хотя бы кому-то это было на пользу. Хотя, конечно, я это делаю в первую очередь для себя, в первую очередь мне это сейчас нужно, и мне это интересно, это мое хобби, повторюсь еще раз, для некоторых людей, которые пишут мне комментарии, что я это делаю не так, это делаю не сяк, я это делаю чисто вот как бы, ну, это хобби, я не профессиональный какой-то историк или гид, поэтому вы уж извините, если что-то не так. Всем еще раз большое спасибо, я жду вас всех на своем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, всем желаю здоровья, как всегда, добра и благополучия. Всем до свидания, пока-пока, до встречи на моем канале. Будьте здоровы!